Ибн Ат-Аля сакандары говорят, рахима Аллах, «Ин лям ту хасн данна кабихи ли аджли хусни васвихи, хасн данна кабихи ли вудюди му'амалатихи ма'ад». Если, говорит, ты не в состоянии думать о Всевышнем Аллахе хорошо, хорошее мнение о Всевышнем Аллахе – это одно из величайших поклонений. Это самое, над что надеялись наши праведные предчастники, начиная от пророка с подвижников и нашей салаху саллих, они на свой рибадат никогда не надеялись. Они рибадат делали, потому что Аллах им повелел рибадат давать, не ожидая вознаграждения. Единственное, на что у них была надежда, это на хорошее мнение о Всевышнем Аллахе. Хорошо они будут себя вести, плохо они будут себя вести. Если Аллах простит их грехи, у них проблем не будет. Если они будут хорошо себя вести, если Аллах не примет их рибадат, то тоже от этого рибадата пользы не будет. А Аллах имеет право делать, что хочет, как хочет. Даже корок саллиху в хадисе даже говорит, по Аллаху говорит, нет, говорит, прибежища, нет убежища от тебя, кроме как к тебе. То есть он видит, что всем Аллах управляет. Проблемы тоже от Аллаха, испытания все от Аллаха, поэтому на Аллаха обижаться, кого-то подключать, поддержку против хадара, слушанного Аллаха, искать помощь на стороне, это будет глупым. Видите, пророк саллиху в хадисе, говорит, нет, у меня, говорит, место бежать, убежище от тебя, кроме как к тебе, говорит, ты всем этим управляешь. Все эти действия, которые происходят на земле, хорошие и плохие, это все Аллах действия. Вот это вот акада верующего человека. И он говорит, если, говорит, ты не в состоянии думать хорошо о Всевышнем Аллахе, почему? Потому что он прекрасный Аллах, у Аллаха лучшие качества, лучшие имена, он великий. Если, говорит, о том, что он великий, он себя так описал, тебе этого недостаточно, о нем хорошо думать, хотя бы, говорит, думай о нем хорошо, улучши свое мнение о Всевышнем Аллахе из-за его отношения к тебе, из-за того, что Аллах тебе дал воздух, дал религию ислам, дал тебе здоровье, из-за его отношения и милости к тебе, хотя бы из-за этого сделай, говорит, хорошее отношение к Всевышнему Аллаху. Разве, говорит, Всевышний Аллах сделал тебе что-то, кроме как хорошее? Даже испытания, которые нас касаются, они же нас делают, на этой земле уже крепкими делают. На том свете Аллах нам столько вознаграждений записывает, если об испытаниях, об этой порции говорить. А в другие времена, когда нам Аллах дает радость и так далее, если мы шокру делаем, за это тоже Аллах нам вознаграждения записывает. Аллах всегда хороший для нас. Поэтому будет говорить лучшего мнения о Всевышнем Аллахе.